Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить про общественные слушания, которые совсем скоро состоятся в Мазановском районе. Общественные слушания касаются создания природного парка «Призейский». Что это за идея, кто инициатор, ну и как это в принципе может повлиять на жизнь всего района и в целом области. Мы сегодня поговорим с главой Мазановского района Михаилом Пивнем. Здравствуйте, Михаил Петрович! Здравствуйте! Михаил Петрович, ну вот общественные слушания, я так понимаю, объявили относительно недавно, да, о том, что они состоятся. А в этой ситуации кто является инициатором этих слушаний? Ну, инициатор общественных слушаний – это заказчики проекта Минприроды России. У них проект «Задача сохранения биоразнобразия и политика в программах развития энергетического сектора России». Они заказали эти, так сказать, слушания. Эти слушания в рамках проводятся того создания парка «Призейский» – особо охраняемой территории. Что бы хотелось сказать. У нас на территории Мазановского района находятся пять особо охраняемых территорий. По всем нормативам положено охраняемых территорий около 10%. Уже на сегодняшний день у нас особо охраняемых территорий 14%. То есть уже с переизбытком получается, да? Да, ну и еще раз говорю, я ничего не имею против сохранения природы, против сохранения животных. Но всегда должна быть логика, зачем. У нас существует этот парк, займет территорию двух районов – Мазановского и Свободненского. И у нас существует на территории Свободненского района, на берегу практически реки Зеи, Иверский заказник. В принципе, его можно расширить, его сферу влияния, скажем так, если уж так это считают необходимым. И на этом как бы закончим, потому что у нас, я насколько владею информацией, не такое уже финансирование хорошее этих охраняемых территорий, в том плане в достаточном, чтобы создавать еще одну территорию. Поэтому мы приглашаем всех, кто заинтересован, любителей природы, защитников животных, любителей спортивной охоты. 21 июня в 13.00, Мазановский район, село Новокийский вал, улица Школьная, 9, второй этаж, это комитет по взаимодействию органов местного управления. Там у нас актовый зал на 250 мест, там будут проходить эти слушания. Для того, чтобы высказать свою точку зрения, если они в этом заинтересованы. Мы рады будем. Ну вообще, я понимаю, что вы-то непосредственно, естественно, заинтересованы, у вас есть свое какое-то мнение по этому поводу. Потому что кому нужен вообще природный парк, кого от кого защищать в этой ситуации? Понимаете, всегда надо на чаши весов вложить две стороны. Как бы положительное влияние, отрицательное влияние. В плане того, что будет еще одна особо охраняемая территория, в принципе, еще плохого нет. Ну да. Да. Но, я понимаю так, если бы она была полностью закрытая в плане воздействия человека. Но это будет природный парк, в котором будет определенная деятельность. Будет разрешена, как они нам говорят, для жителей четырех сел, которые примыкают к парку, охота из гладкоствольного оружия. Мне это непонятно. Потому что на этой территории у нас происходит спортивная охота. Производится около 30% наших тех ресурсов, которые выделяются, я имею в виду лицензии, нашему мазановскому охотпромхозу, реализуются именно на этой территории. Это где-то порядка миллиона рублей прибыли в год. Это плюс. В плане финансовом. Мы его потеряем. Это непосредственно доход района. Да, мы его потеряем. Вопрос второй. Жителям этих сел только будет разрешено охотиться из гладкоствольного оружия рядом. А остальные? Второй для нас очень важный момент. У нас отопление сел идет дровами. У нас практически углем не отапливаются, только котельные. А заготовка дров всегда велась у нас и в этом районе тоже. Там очень много горельников, где древесина непригодна для использования, для переработки глубокой. А для дровяных нужна, она подходит нормально. И нас всегда в зимний период, когда ключи, речки замерзают, есть там перемещение, потому что там перемещаться практически невозможно. Возможно, летом, так скажем, возможность была заготавливать дрова. Сейчас ее у нас не будет. Кроме этого, если мы хотим защищать копытных нашу популяцию косули, у нас уже в течение нескольких лет не выплачиваются никакие премиальные за уничтожение волка, которого развелось довольно-таки уже серьезно много. У нас уже страдают некоторые деревни, поголовья домашнего скота и телята, и овцы. Мы вынуждены были договора заключать с охотниками, чтобы отлавливать их. То есть, косуля защищать нужно не столько от людей, сколько от таких диких хищников? Косуля страдает от всех, но больше всего она страдает, конечно, от волка, которого популяция очень большая, и которую надо регулировать. А регулируют ее всегда с помощью отстрела. Сейчас же запрещено. Раньше была система уничтожения волка, это ставились определенные ловушки, подкорбки, которые были отравлены определенными веществами. И поскольку эту приманку могли есть другие звери и погибать, ну, негуманно это запретили все. И вот, как бы с тех пор отстрелы были, были бонусы определенные за каждый хвост, скажем так. Сейчас их нету. Естественно, охотник не заинтересован в том, чтобы добывать волка. А волка добыть очень непросто, это очень умный, хитрый зверь. И он самый главный разбойник, который преследует, особенно когда снег, наст, косулю, и уничтожает ее в больших количествах. Михаил Петрович, то есть, я так понимаю, у вас отношение очень неоднозначное к этому проекту, да? Да, и мне непонятно финансирование этого проекта. Ни Министерство финансов, как бы, не в курсе. И я так понимаю, что этот парк будет частный. Частная территория, ну, там, где частная территория, мы с вами понимаем, что там уже никто, ничего, никак. И как-то получается, что этот парк ложится территориально на то место, где, возможно, будет построена Нижнезейская ГЭС. И в случае ее строительства, Русгидра будет вынуждена выплачивать компенсационные выплаты той территории, которую она будет затапливать, будет использовать. И, естественно, она будет работать с природным парком, а не с Мазановским районом. И нас это тоже, как бы, не устраивает нам бы, если это будет, если это надо для страны, мы понимаем, но компенсационные выплаты должны идти Мазановскому району, а не природному парку, который будет там создаваться. Который будет частный в этой ситуации. Да, вот это тоже вызывает, как бы, непонимание. Но еще раз говорю, в любом споре должна находиться истина. Не просто, что вот моя точка зрения самая правильная. Поэтому я приглашаю всех 21 числа на публичное слушание, где можно будет в свободной форме высказать свое мнение. Оно будет зафиксировано в протоколе и будет доведено до подрядчика, до исполнителя этого проекта. Так, кстати, вот подрядчики-исполнители, они будут участвовать в этих слушаниях? Конечно, они же проводят. То есть они будут отвечать на вопросы? Ну, естественно, они будут отвечать на вопросы. Они будут выслушивать претензии, будут выслушивать какие-то, возможно, предложения. В плане, у нас есть люди, которые очень много лет занимаются косулей. Именно в плане защиты ее, в плане ее популяции, взращивания. Вот, они будут тоже участвовать там. У нас есть те, кто занимается непосредственно хозяйственной деятельностью в лесу, на этой территории. Мы тоже их привлекаем для того, чтобы они высказали свое мнение. И хотя эти слушания носят рекомендательный характер, я считаю, что общественность должна сказать свое слово. То есть в этой ситуации власти могут прислушаться, да, к мнению людей? Ну, или, опять же, игнорировать его? Нет, ну, игнорировать мнение людей могут только не совсем правильные, скажем, в докладе. То есть в любом случае мнение будет услышано, да? Да, я так полагаю, что будет мнение. Мы приглашаем и средства массовой информации. Пожалуйста, приезжайте, освещайте. Это не едовое событие. И также у нас буквально в начале следующего месяца состоится Бардовский фестиваль на реке Ульма. Мы тоже приглашаем Бардов в Амурской области. Выходите на Дом народного творчества, там все условия есть. Выходите на отдел культуры Мазановского района. Мы все расскажем, объясним, мы ждем. Михаил Петрович, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, рассказали, потому что действительно вещь такая интересная, но, наверное, нетривиальная, да, все-таки для Амурской области, поэтому стоит поучаствовать, принять участие и посмотреть, что получится. Спасибо вам большое, удачи. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня с гостями был глава Мазановского района Михаил Петрович Пивень. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи и будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин